Друзья, привет! С вами Олег Карнаух и снова рубрика Startup Insight. Я приготовил для вас 20 идей для создания маркетплейсов в России. Почему маркетплейсы? Потому что с момента появления Airbnb и Uber это остается самым популярным IT-стартапом. Больше всего такие проекты любят инвесторы, больше всего растут такие проекты. То есть это ниша очень мощная, с большим потенциалом. Поэтому если вы понимаете, что где-то можно создать маркетплейс, обязательно нужно это делать. И я собрал 20 интересных идей создания маркетплейсов, которые можно запустить в России и СНГ. Поэтому давайте ко мне на экран, будем разбираться. Маркетплейс номер один это большой интернет-магазин товаров, который без бренда. То есть no-name товаров. Это интересная модель, если вы хотите создать магазин, где будут продаваться различные товары и не зависеть от крупных брендов. Вот вам, пожалуйста, модель. И по сути брендлесс, это название этого интернет-магазина, этого маркетплейса, они уже стали неким брендом. Потому что у них есть свои стандарты качества, но при этом они не продают брендовые продукты. Это интересная идея, имеет смысл присмотреться. Идем дальше. Это маркетплейс фермерских продуктов непосредственно от фермеров. И это большая ниша. Я посмотрел разные проекты, вот еще несколько в этой же нише. Они связывают фермеров и потребителей. Либо магазины, либо рестораны, либо конечных потребителей. То есть людей, которые из этих продуктов готовят на кухне еду. Это крутая ниша. Понятно, что есть фермеры, у которых есть вкусные продукты. И в целом здоровые продукты, эко-продукты это тренд. И есть люди, которые хотят их потреблять. Соединив вот этих двух людей, эти две категории пользователей, вы можете создать огромный, мощный маркетплейс. И, конечно же, у такого маркетплейса есть большой потенциал. Следующий маркетплейс в нише недвижимости. Он соединяет продавцов недвижимости и покупателей. Причем делает это быстро, качественно, легко. И в чем ценность? Ценность огромная. Потому что как продать свою недвижимость, это сложно. Это головная боль. Это нужно много раз показывать кучу агентов и так далее. Так же и купить. Агенты, показы, поиски сложно долго. Здесь это все сокращается. Поэтому ребята из OpenDoor, они очень мощно развиваются. Больше одного миллиарда долларов уже стоят эти ребята. В общем, обращайте внимание на такие проекты. Вот еще один, OneDom. Здесь можно купить, можно арендовать. То есть все тоже сделано весьма разумно. То есть в нише недвижки, по-моему, в России прям очень нужен такой маркетплейс. И я буду рад, когда он появится. Следующий маркетплейс, это каталог онлайн-курсов по различным тематикам. Совершенно все здесь есть. Можешь научиться там программированию, бизнесу. В общем, все, что хочешь. Огромный каталог. И предшественник GoOne, это была компания, которая была продана за 1 миллиард долларов. Линда она называлась. Ее купил LinkedIn за 1 миллиард долларов. Здесь тоже уже ребята серьезно стартовали. Желаем им удачи. Очень интересный, необычный маркетплейс. Это Германия. И смысл в том, что это сиделка на час. То есть престарелые люди, им нужна сиделка. Съездить вместе за покупками, вместе прогуляться по парку, еще что-то. Здесь заходишь в приложение, говоришь, мне нужна сиделка там-то, во столько-то. И получаешь сиделку на час. То есть это формат YouDo, только узкоспециализированный по отношению к сиделкам. И сразу хочу сказать, что это важная мысль. Когда вы берете какой-то широкий маркетплейс и его сужаете, вы тем самым создаете новый рынок. Казалось бы, можно таких людей найти где-то на других ресурсах. Но если вы создаете специализированный ресурс под какую-то нишу, вам однозначно будет проще ее продвигать. И у вас будет выше приоритет выдачи. Почему? Потому что люди отдают предпочтение специализированным ресурсам. Если, например, есть сайт, где можно найти только фотографа, к примеру, то есть сайт, где все фотографы, или YouDo, где вообще все специалисты, вы скорее всего пойдете на сайт, где фотографы, если вам нужен фотограф. По сантехникам то же самое. Есть сайт, где все сантехники, вы пойдете туда, чем на сайт, где все специалисты. То есть так устроена психика, мы предпочитаем узкопрофильные ресурсы. Идем дальше. Это кейтеринг. В нише кейтеринга Marketplace. То есть тебе нужен кейтеринг, ты выставляешь свой заказ, и люди предлагают выполнение твоего заказа. Это удобно. Соответственно, любой человек может зарегистрироваться, любая компания, которая занимается этим, и получать клиентов. Огонь! Это Next Tracking. Что это такое? Это Uber для грузоперевозок. Очень крутая тема, и очень хочу, чтобы она появилась в России, потому что бывает такое, что логистика там не работает, например, на праздники, на выходные, или слишком долго, или что-то такое. Тогда я открываю BlaBlaCar, ищу там кого-то, и прошу передать мне какую-то посылку. И вот, по сути, это реализация этой идеи. То есть BlaBlaCar только для грузоперевозок. Очень много людей, у которых есть грузовые машины, газели, которые могут что-то перевозить. И очень многим людям нужно перевозить. У нас, к сожалению, в России пока не супер работает логистика. И я думаю, вот это решение, оно будет на порядок сильнее. Потому что любая децентрализация, она лучше, она сильнее влияет на рынок. И рынок будет очищаться, улучшаться, качество будет расти, потому что везде мы сможем оставить отзывы, рейтинги. И у нас будет высокое качество грузоперевозок, классный сервис, мы все будем кайфовать. Поэтому запилите кто-нибудь такой маркетплейс. StockX это авито для кроссовок. Я уже его показывал в одном из своих видео. Та же идея сужения. То есть есть большой маркетплейс, где, например, можно купить любую обувь, любую одежду, как ламода. А есть более узкий. И, соответственно, если человек ищет именно кроссовки, он знает, что есть такой ресурс. Он автоматически придет на такой ресурс. Вот так это работает. Идем дальше. Вот интересная еще модель. Это занятие с детьми на открытом воздухе. То есть здесь есть определенного рода воспитатели. Они тут регистрируются, проводят открытые уроки. После чего ты можешь выбрать воспитателя этого, который в твоем регионе, в твоем районе проводит этот урок на открытом воздухе. Прийти в парк с ребенком. И там вот такой пройдет открытый урок. То есть это альтернатива детскому саду. Интересная штука. И вот еще подобный проект. Вот тоже Marketplace, где есть мероприятие для детей. То есть ты можешь зайти, посмотреть танцы, рисование, какие-то обучающие, спортивные классы. Все это есть. Можешь выбрать и отправиться с ребенком на вот такие ивенты. Ниша очень развивается на западе. Поэтому имеет смысл присмотреться. Есть очевидность здесь боли, есть проблема. Существующая система образования, она устарела во всем мире, в России. Тем более, поэтому это будет развиваться. Хоумскулинг развивается очень. Вот такие дошкольные штуки тоже развиваются. Поэтому если вы в этой теме, обязательно имейте в виду, что это очень интересная штука. Идем дальше. Так, а это аренда автомобилей. Аренда автомобилей, два сразу проекта. Вот Тура. Тура это тот, которым я лично пользовался в Штатах. И это кайфово. Потому что ты берешь машину, арендуешь у обычного человека, у физлица. И соответственно, ты можешь свою же машину сдать в аренду. Приезжает обычный паренек, дает мне ключи от Теслы. Все, я беру и гоняю по Соединенным Штатам. You ready? Yeah. There we go. Oh my god, that was crazy. It is not car. Полис. Круто, кайфово. Ценники за счет того, что посредников нет, очень адекватные. Плюс загруженность машины высокая. Потому что это маркетплейс, здесь много аудитории. И очень легко сделать так, чтобы постоянно была клиентура, постоянно твоя машина сдавалась в аренду. За счет этого стоимость аренды для пользователя снижается. Машин становится больше, в России в том числе. И все придет к тому, что люди не будут так уже трепетно относиться к своим машинам. Для них будет совершенно нормально сдавать их в аренду. И уже от Тесла, уже они сделали софт, который позволяет по сути сдавать свою машину в аренду и зарабатывать на этом. Однозначно за этим будущее. Поэтому, друзья, такой маркетплейс он зайдет. Кстати, если у вас есть крутая команда разработчиков и мощный проект, пишите мне в личку. Ссылка на меня в личку есть в описании всегда. Пишите в личку, я смогу помочь с инвесторами, с маркетингом, с продвижением. В общем, пишите. Буду рад пообщаться. Идем дальше. ZenJob это у нас временные работники, временные сотрудники. Например, есть какие-то сезонные работы или нужны стаффы на мероприятия. Это маркетплейс, который позволяет вам найти временных сотрудников. Это прикольно. Так, и это большая ниша. Выбрал один из проектов, который решил вам показать. Таких много я увидел. Причем еще один важный момент, который я хочу отметить, это то, что проектов очень много. То есть, когда я вижу крутой, интересный, какую-то интересную идею, интересный проект, я вижу, что в разных странах тут же появляются подобные проекты. И это нормально. Многие стартаперы думают, что надо изобрести инновацию. Но на самом деле, когда вы будете привлекать инвестиции, например, на свой проект, огромным плюсом будет то, что эта бизнес-модель уже работает на другом рынке. Поэтому самое простое, это посмотреть на западный рынок и адаптировать это у нас. Это самая здравая бизнес-модель. В нее верят инвесторы, легко вам дадут на это деньги. Ну и рынок проверен, бизнес-модель проверена, так намного проще. Поэтому вместо того, чтобы изобретать, соединять вилку и пылесос, и изобретать что-то новое, посмотрите на западный рынок, что там уже работает, и сделайте подобное. Вот я вам показываю проекты, которые уже работают. Эти все проекты, они стоят свыше 10 миллионов долларов. То есть это мощные проекты, в которые люди верят. Теперь, что касается этой ниши. Это ниша кредитования. Онлайн-кредитования физлиц, но без банков. И все идет к тому, что это будет на самом деле так. Смысл в том, что вы можете прийти в такой ресурс и положить депозит, и любой другой человек может прийти и взять кредит. То есть банк в этом случае не участвует. В чем преимущество? Преимущество в том, что и те, и другие экономят и зарабатывают. То есть если в банк вы можете положить депозит под 10%, а предприниматель его возьмет, например, в кредит ваши деньги за 20%, то здесь вы можете положить под 15%, а предприниматель может взять под 17%. То есть сокращается вот этот зазор за счет того, что нет расходов, нет банковской системы, нет сотрудников, нет аренды. Второе здесь скоринг на базе машинного обучения, на базе искусственного интеллекта. То есть кредиты будут выдаваться только тем, кто реально их отдаст. В банках-то самая большая, самый большой расход, это самая большая статья расходов, это не погашенные кредиты, то есть не возвратные кредиты. Здесь ребята это решают тем, что очень круто просчитывают и определяют, кому давать кредит, кому нет. И дают кредиты только те, которые будут возвращаться. Это круто, поэтому вот здесь видите 1,3%, но это в Китае. В Китае реально очень крутые проценты. Судя по всему, кредит можно взять под 12%, наверное. В общем, по-китайски читать не умею, но смысл в том, что много увидел проектов в нише онлайн кредитования и считаю, что это будет очень крутой развивающийся рынок. И идем дальше. О, это маркетплейс искусства, живописи. Творческие люди. Вот вам решение. Нужен маркетплейс, где можно реализовывать свое творчество. Вот идея уже работающая, поэтому имейте в виду, берите на вооружение. А это Blackbird, это Uber для перелетов. Представьте себе, все владельцы маленьких вот таких вот самолетов могут предложить свои услуги по перелету. Кстати, они здесь стоят, как видите, 99 баксов, 300 баксов, 69 баксов, 59 баксов. То есть можно так же, как машину в Uber или в BlaBlaCar забронировать перелет и на маленьком самолетике полететь, куда тебе нужно. В Штатах эта тема развивается. Мы пока от нее далеки. У нас такие полеты не очень распространены. Но, тем не менее, я думаю, со временем будет и такое. А это маркетплейс, в котором можно арендовать любые вещи. Вот нужно коптер, например, нужно фотоаппарат арендовать, стабилизатор, камеру. Все, что угодно. В общем, обычные потребительские вещи можно арендовать и сдать в аренду. Интересный маркетплейс тоже. Это Англия, по-моему, да. Проектор. Вот такие вот всякие штуки можно арендовать и сдавать в аренду. Экономик развивается в сторону того, что мы все будем брать в аренду и сдавать в аренду. Это нормально. Скорость потребления растет. Это окей. Поэтому у нас такого еще нет. Мощного маркетплейса на рынке. Классный, широкий, интересный маркетплейс. Идем дальше. А это маркетплейс, где можно выбрать себе специалиста по уходу за внешностью. Там маникюр, педикюр, прически, макияж. Все, 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 что с этим связано. Сейчас у нас несчастные эти девочки, которые делают маникюр на дому. Там как-то пытаются профили в инстаграм свои развивать. Сложно у них, сложно им привлекать клиентов. Вот вам, пожалуйста, маркетплейс. Заходи, регистрируйся, получай клиентов, получай отзывы, получай еще больше клиентов. Удобно, просто, хорошо. Ниша бьюти-индустрия огромная. Специалистов таких много. И, конечно же, им нужно место, где они могут предложить свои услуги. Вот вам, пожалуйста, то, что действительно будет пользоваться спросом. И у нас, в том числе, и уже есть под это рынок. Это маркетплейс тяжелой техники. Опять пример того, что узкая специализация под определенного клиента дает результат. Японский маркетплейс тяжелой техники. Это маркетплейс, в котором вы можете найти человека, который присмотрит за вашим питомцем, когда вас нет, когда вы в отъезде. Круто, классно. Мне нужен такой маркетплейс. Это огромная боль для всех, у кого есть кошки, собаки, в общем, домашние любимцы. Куда-то уезжаешь, блин, кому оставить сложно. Вот, пожалуйста. Есть люди, которые легко придут и посмотрят за вашим питомцем, либо возьмут его к себе. В общем, классный маркетплейс. В России такой нужен. Это маркетплейс киберспорта. Здесь можно играть на деньги в игры. Я считаю, что это большой рынок. И киберспорт развивается. Очень много денег в этой нише. Конечно же, это будет пользоваться спросом, потому что люди любят играть в компьютерные игры. И тем более, когда можно делать это на деньги, однозначно это будет развиваться. И уже этот проект очень круто развивается. И заключительное у меня это прачечные. Маркетплейс прачечных и специалистов по химчистке. Регистрируются здесь прачечные, химчистки, просто физлицы, которые делают это на дому. И получают клиентов на то, чтобы почистить, погладить, постирать одежду. Интересно, необычно. Имеет место быть. Ну, а на этом у меня все. Напишите в комментариях, какая из идей вам понравилась. От 1 до 20 можете поставить цифру. Я выберу случайным образом одного человека и подарю ему свою книгу 20 провалов, которые создают миллионеры. Пишите в комментариях цифру от 1 до 20. И я выберу случайным образом победителя. Но если это было полезно, вы черпанули какие-то идеи для себя, ставьте лайк. Еще раз напомню, если вы айтишник, у вас есть команда разработчиков, пишите в личку по сотрудничеям. Поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски Startup Insight. И до новых встреч. С вами был Олег Карнаух. Пока-пока.